Всем привет! Сегодня маринуем баклажаны с морковью. Берем килограмм баклажан, нарезаем посередине и на такие кусочки. На самом деле, как нарезать не имеет значения, кому как удобнее, так и нарезаем. Главное, чтобы куски были не такие маленькие. Вот такой толщины приблизительно. Баклажаны выбираем желательно без семечек. Или вот когда надрезаем, смотрим, если есть много семечек, то удаляем, либо эту часть вообще не добавляем. Толщина баклажан приблизительно где-то 1 см. Порезали все. Что делаем дальше? Кипящую воду добавляем, ну, столовую ложку соли достаточно. И нам надо пробаланшировать наши баклажаны. Как закипит, приблизительно 5 минут, не больше. Станет заметно, что она смягчилась и достаточно. Варить нам ее не надо. Пару минут достаточно. Прошло 5 минут. Баклажаны мягкие. Достаем, выкладываем на дуршлаг. Сверху кладем небольшой груз. Повторяю, небольшой. Сильно тяжелый груз не надо ставить, чтобы не раздавились наши баклажаны. Чтоб стекла лишняя жидкость и горечь. И оставляем остывать. Пока остывают наши баклажаны. В сковородку наливаем 120 мл подсолнечного масла. Туда добавляем 400 г мелко нарезанного лука и 100 г мелко нарезанного чеснока. Нам нужно слегка ее не обжарить, а как бы смягчить чуть-чуть. Буквально 20 секунд, не больше. Обжаривать ее не нужно. Чуть-чуть стал прозрачным и можно убирать. И все, хватит. К этому луку добавляем 150 г томатной пасты, слегка разбавленная. 1 столовая ложка острого красного перца молотого. 1 полная столовая ложка хмели-сунели. И 100 г нарезанной свежей кинзы. Ко всему этому добавляем соль. Соль по вкусу. Я добавлю столовую ложку, но такой без горки. Потому что не забываем, что у нас баклажаны варились в подсоленной воде. Эту массу хорошенько перемешиваем. И добавляем к нему нашу морковь. Добавили. Все снова перемешиваем. Томатную пасту разбавляем слегка водой. Но граммов 20 хватает кипяченой воды. Чтобы разбавить. Если она у вас жидкая, то можно не разбавлять. И так добавлять. То есть мы разбавляем только густую томатную пасту. Дальше остается только раскладывать все в банке. Значит чередуем морковь, баклажаны. Следующий слой. Снова морковь и снова баклажаны. И так вот заполняем банку. На самом деле можно и не нарезать баклажаны. А целиком вот эту начинку заполнить. Сделать надрез в баклажанах. И заполнить ими. Но я например делала так в прошлом году. И доставать баклажаны с начинкой тяжело из банки. Они все равно все выпадают. Так смысл этого нарезывания, всякого наполнения. Легче надрезать и в виде салата подавать. Мне например так легче. Если кому-то так удобнее делайте надрезы. Тогда не нарезайте вот так вот. Просто надрез делайте и заполните баклажаны. Все равно там много не начинишь. Вот так вот заполнили. Добавляем. У меня 800 граммовая банка. 2 столовые ложки уксуса. 9% Можно винного уксуса. Если есть винный уксус. А в пол литровую банку добавлю 1,5 столовые ложки уксуса. Итак, залили уксусом. Нам надо теперь плотно закрыть крышкой. Как я закрываю? Против часовой стрелки 2 щелчка. Посадили крышку на последний ряд. И уже по часовой стрелке. Так крышки уже закрываются окончательно. Некоторые просто крутят, а потом удивляются, почему там крышка не закрылась. Вот 2 щелчка сажаем на последний ряд. Потом уже по часовой стрелке. Крышки новые, прокипяченные. Для конкретности еще раз. Нам ее очень плотно надо закрыть. Мы будем стерилизовать их вот так вот в закрытых крышках. Что делаем дальше? Берем такое толстое полотенце. Складываем наши банки. Вот я полотенце большое. Я буду 2 800 граммовых вместе складывать. В такой конвертик. Хорошенько его заматываем. Чтоб там ничего не треснуло и не лопнуло. И кладем вот так вот сложенного в кастрюлю. То же самое делаю с пол-ветровой банкой. Только в маленькое полотенце. Складываем в конвертик. Хорошенько укутываем. И кладем в кастрюлю. Заливаем холодной водой. Так, чтобы наши банки утонули. Вода обязательно должна быть холодной. Ставим на плиту. И с момента, когда закипит, отсчитываем 30 минут. Как только 30 минут прошли, выключаем плиту и даем полностью остыть. Пока не остынет, не достаем. Вот у меня они уже остыли. Аккуратненько достаем. Вытираем сухим полотенцем. Смотрим, закрылись ли наши крышки. Нигде не подтекает. Если вы сомневаетесь, что крышка не плотно закрыта или где-то подтекает, либо крышка бракованная, держите эту банку, значит, в холодильнике. Когда протираете сухим полотенцем, там можно понять, полотенце если испачкалось, если какой-то запах идет, либо крышка щелкает, значит, у вас она не схватилась, крышка. Значит, ее можно держать только в холодильнике. Вот давим сверху. Щелкает, не щелкает, вроде схватилась. Вот такие три банки у меня получились. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а у меня все. Пока-пока.